День Атомщика День Атомщика День Атомщика День Атомщика От творческой площадки к познавательной. Благодаря горно-химическому комбинату железногорцы получили возможность познакомиться с уникальной экспозицией Музея геологии Центральной Сибири Геос и составить свое мнение об арт-инсталляции ядромозга. Рассказывая о выставке, директор музея Геос поделилась с журналистами и своим профессиональным мнением о корпоративном музее комбината. Музей, конечно, мне нравится необычайно, потому что это, наверное, один из немногих музеев в нашем крае, который решен комплексно с точки зрения, во-первых, дизайна, во-вторых, навигации, во-вторых, в-третьих, экспозиции. Видно, что есть определенная идея, и музей на всех этажах и во всех экспозициях представлен достаточно четко. Это крайне редко встречающееся явление не только на территории Красноярского края, но и на территории других регионов, я могу вам сказать абсолютно точно. Мы привезли в Железногорск тематические выставки, которые будут железногорцам интересны, потому что, во-первых, первая выставка – это скульптурные структуры, она посвящена карсту Красноярского края. Это пещерное образование – сталактиты, сталагмиты, сталагнаты. Я думаю, что все мы мечтали так или иначе побывать немного искательными сокровищ, побывать в пещерах, тем более пещер на территории нашего региона великое множество, многие из них достаточно известны. Мы решили показать эту тайну снаружи, как же все-таки эти натечные образования представлены и какие камни они напоминают, потому что есть, например, пещерные ониксы, хотя на самом деле это, конечно, не ониксы, но это те образования, которые можно использовать в том числе и в поделочной промышленности. А также Елена Мироненко подробно рассказала о том, какую выставку привезли в гости к железногорцам благодаря атомному празднику. И, конечно, мы привезли арт-сайенс-инсталляцию, она называется «Ядро мозга» и посвящена кремнию. Конечно, пугающее название, но на самом деле кремний принимает участие во всех процессах, как в нашем теле, так и в энергоинформационных процессах нашей планеты. Мы ее постарались показать таким образом, чтобы человек, увидев нашу экспозицию, немножко задумался о том, откуда же все-таки приходят его мысли и как кремний оказывает влияние на наше существование в принципе на планете. Посетители по достоинству оценили уникальную выставку и представленную арт-инсталляцию. Не, ну я впечатлен. Я думал, здесь не так интересно будет. Раньше планировал, не получалось. Сегодня вырвался. Интересно было, познавательно. Мне больше понравился предыдущий сон. Вообще шикарный. Ребенка оттуда вообще нет, тащить. Не дали атомщики заскучать и тинейджерам. В молодежном центре прошел брейн-ринг, команд старшеклассников и студентов. Интеллектуальная баталия показала, что лучшие в атомной тематике разбираются учащиеся гимназии номер 91 и школы номер 90. Идея провести брейн-ринг для школьников в день атомщика возникла сама собой. Она возникла органично. Во-первых, это возможность провести брейн-ринг с максимальной отдачей. То есть на предприятии у нас достаточно высокая вовлеченность. Все знают, что мы строим новое производство. Все знают историю нашего предприятия, историю нашего города. И гораздо важнее для нас было проверить, что знают о нашем предприятии, об атомной отрасли жители нашего города. Ответ, наверное, может быть очевиден. Знают очень много. Тем более, что, наверное, у каждого четвертого, пятого ребенка отец или мать работают на нашем предприятии. Или в зачерних обществах. Идея организовать брейн-ринг в день атомщика также возникла органически. Это хороший информационный повод. Мы вливаемся здесь в струю городских мероприятий. Нас видят, нас знают. К нам приходят. Мы видим, что, с одной стороны, хоть и мероприятие нишевое, пришло достаточно много школьников. И мы надеемся, что, с одной стороны, мы увидим большие знания о нашем предприятии, а с другой стороны, может быть, действительно люди узнают что-то новое из ответов и вопросов своих коллег. Это дети наши, наших жителей, наших работников комбината. Поэтому мы, конечно, заинтересованы в том, чтобы они принимали участие в таких мероприятиях, показывали свои знания. И дальше приходили к нам после окончания вузов. Организуем мы также Олимпиаду по химии. Это уже будет она традиционной. В этом году он был первый раз. Собираемся продолжать это дело. Очень интересные результаты показывают наши дети. Грамотные, хорошие. Наша молодежь, наша смена. И, конечно, горно-химический комбинат даже в праздник много внимания уделил спорту. Так в течение двух дней состоялись сразу несколько серьезных спортивных событий. Это фестиваль спортивных игр по восьми видам спорта, соревнования по стендовой стрельбе, о которых мы, к слову, рассказывали накануне, и, конечно, регата на городском озере. В профсоюзной гребной регате сошлись экипажи ГХК, ИСС, ИГОР, Электросети. Переходящий кубок регаты в упорной борьбе завоевали представители ИХЗ Алексей Боровиков и Александр Ялышев. Серебро второй год подряд завоевывает экипаж реакторного завода Анатолий Шиповалов и Петр Важдаев. Бронза у Константина Кесельмана и Романа Скурихина, комбинат управления. Такой вот вышел праздник. Лариса Мельниченко, Информэкспресс.